приветище это универсим и мы продолжаем вести нашу цивилизацию в будущее только вот непонятно какому именно будущему мы идем ведь я пристрастился к торговле на черном рынке с инопланетянами ну и конечно же стоит очень остро вопрос территории нужно расширяться и поэтому я думаю напасть на моих соседей но враждебных соседи они не очень со мной дружат поэтому отправляя свою армию наконец-то на этот город а то видите ли им не нравится что я рядышком с ними по соседству расстраиваюсь они как бы нет ничего было со мной рядом строится и так мои бойцы выбежали их не так много против целого города к тому же они с мушкетами и в касках моя армия в кавычках прибыла и начала стрельбу и прибыла она не в тот город который я хотел ну да ладно с этой державой мы тоже не дружим и как мы видим мои бойцы терпят оглушающее поражение потому что численное преимущество конечно же на стороне врага была армия до сплыла ничего страшного нагетов я наплодил достаточно создаем новую армию и отправляем уже на верный город но прежде я его немножко подпрессую метеоритным дождем это город смертников они поклоняются смерти поэтому я всегда хотел их уничтожить и это время настало к тому же они не раз проявляли агрессию в нашу сторону отравляя моих жильцов и превращая их в зомби наносится огроменный урон как куполу так и зданием которые были построены за куполом северная часть города которая оказалась не под защитой превращается в руины потребуется и еще один метеоритный дождь чтобы до конца разбить барьер и только после этого я запускаю армию на территорию врага купол наконец-то разрушен но метеоритный дождь только начался а это означает что центр города врага будет также разрушен и погребен под руины здание рушится как домино одно за другим очень много разрушений и кратеров от метеорита теперь можно запускать армию мои бойцы входят в город и я на всякий случай перехватил с собой огроменный булыжник на случай если армия врага кажется все же больше нежели моя и тогда мне придется вражеских солдат давить этим булыжником как например сейчас да уж помог я своей армии булыжник упал совершенно не туда куда я хотел и даже сейчас не туда только армию напугал все разбежались разные стороны в истерике от того что увидели летающий булыжник полководец из меня в общем получается такой себе но я не теряю надежды поскольку я же бог собрав все что было под рукой я брушу на врага и это срабатывает но происходит то чего никто не ожидал к нам прибыла флотилия инопланетян и флотилия не маленьких корабликов а огроменных в долину примерно с мой город похоже что неудачное время я выбрал для войны как это бывает инопланетяне вышли на связь связались с нашим лидером сказали что они пришли с миром и хотят просто изучить наш вид нагетов я решил что сейчас не время конфликтовать с инопланетянами и отдал им три магито небеса разверглись громом и маленькие летающие тарелки инопланетян начали рыскать по моим городам в поисках интересных экземпляров нагетов инопланетяне нас уверяли что эти нагеты которых они заберут будут жить в райском местечке и не будут ни в чем себе отказывать поскольку я дал добро нагетов изящненько изъяли из нашей планеты при помощи гравитационного луча а после наши дружелюбные инопланетяне просто ушли в точку космоса а наш диктор недоумевает зачем же нло наши нагеты а также надеялся на то что с ними все будет в порядке и ничего с ними не случится плотилия же тоже в мгновение исчезла с небесных просторов и мы вновь могли наблюдать чистое небо как же прекрасен наш мир фермы с мамонтами фермы с оленями фермы с овощами цементные заводы и как полагает современной цивилизации предприятия по производству микрочипов ведь у каждого накида должен быть свой компьютер я вновь очутился на черном рынке и в этот раз мне придется выкупать траву в ущерб нашей планете я очень долго раздумывал над этим выбором но выхода не было пришлось принять этот бартер и ожидать смертельного торнадо и вот этот день настал все было хорошо пока не раздалась тревога и внезапно не появилась торнадо которая рушила все на своем пути я принял единственное верное решение накрыть куполом центр города чтобы развернуть торнадо в другую сторону к сожалению я поплатился несколькими резервуарами для воды пожарной станции водокачкой и в конечном итоге мостом который наггиты строили несколько лет своим каторжным трудом а ну еще одна многоэтажка упала после того как торнадо развернулась и ушло от центра мне пришлось восстанавливать все что она разрушила в том числе и мост к сожалению пока я восстанавливал город я совсем не обращал внимание на торнадо и это сказалось на нефтяной вышке она превратилась в груду руин вот чего мне стоила покупка 20 единиц травы настало время серьезных предприятий я решил построить химический завод завод пластмассы видимо для производства полиэтиленовых пакетов и также топливный завод для производства качественного бензина все это будет рядышком с литейным что это такое вышка серьезно я об нее ударился вот он минус высоких зданий я бьюсь об них выходит что я теперь по центру нормально не полетаю действительно какой ужас надо будет как-нибудь донести нагетом что не нужно строить такие высокие здания потому что я негодую по этому поводу и мне чертовски неудобно передвигаться по городу а вот кстати и отсылка к рику и морти на самом деле тут очень много отсылок и мы еще их увидим похоже время пришло мы добрались до клонирования самое отстойное что этот центр по клонированию очень высокий центр клонирования даст вам возможность создавать специальный конструктор нагетов можно сказать что вы будете создавать идеальных нагетов но даже у вас нет такой силы ну почему же скоро будет совсем забыл про старенький таинственный ящик который нужно открыть и зря я это сделал поскольку в нем был едкий газ отравивший огромное количество нагетов в центре а именно порядка 42 это было крупнейшее отравление чумой за все нагетство а наши предприятия все улучшались и становились более автономными появились тракторы позволяющие в большом объеме пилить древесину а в каменоломнях механические дробилки и все бы ничего но к нам вновь прибыли инопланетяне сказав эй мы вернулись наггеты которых мы забрали отлично проводят время и мы бы хотели забрать еще пять нагетов разрешите нам это сделать я недолго думая согласился за что инопланетяне нас поблагодарили и сказали что мы не прочь и побольше забрать ваших граждан в наше общество потому что у нас то круто а у тебя типа ноги там ну такое себе и тут я чухнул что может быть и приостановить их они так могут у меня и всех нагетов забрать еще ж я тогда буду тут один делать взял в руки молнию и шибанул одного из инопланетян ясен пеним было это не очень приятно они выказали недовольство и сказали что мне хана после такой выходки и на экране появился таймер до конца моих дней по всей видимости а инопланетяшка рухнул в центр города я весь расстроенный что мне капец скоро случайно перепутал магию и долбанул по ящику молнии убив двух своих нагетов и разрушив одно здание а нужен то было всего лишь перетащить ящик и вновь платилия инопланетян запланировала небеса нашей прекрасной планеты дело пахло жареным маны у меня не было и пришлось приносить в жертву своих же нагетов оправдывая это действие тем что кто если не я спасет эту планету да это было кровавое мясисто не гоже конечно своих подопечных скидывать в мясорубку а еще как не к месту раздался звук сирены означающий что скоро пробудится вулкан я практически чувствую вкус ненависти ваших нагетов думаю ничего другого после стольких жертвоприношения ожидать и не стоило все это было сделано ради мира нагетов и похоже зря так как моя молния бьет насквозь через корабль инопланетян я им ничего не делаю мои силы бесполезны я немножечко застал что катаклизм в виде вулкана и злые инопланетяне могут попросту уничтожить планету с нагетами было решено вернуться на тот момент когда они просили 5 нагетов отдать их и не препятствовать а я же в свое время пока эти инопланетяне вновь не вернутся буду прокачивать планету и попытаюсь создать оружие против них на территории вражеского государства я начал строительство заводы по производству вертолетов танков и бомбардировщиков к моему большому невезению в этот момент пробудился вулкан я в срочном порядке объявил тревогу и послал всех нагетов в бомбоубежище и кто бы мог подумать что вулкан окажется под нашими жопками прямо в сердце города а пока вулкан пыжится мы можем увидеть современные автомобили нагетов на удивление они очень похожи на земные человеческие а еще нагет и похоже переходят в новую эру поскольку перестраивают свои жилые дома во что-то новое скорее всего более высокая ну и конечно с развитием цивилизации у нас дикая нехватка электричества а также приходится торговать с вражеским государством поскольку то чего нет у меня есть у него и тут до меня доходит что уничтожение вражеских государств это не есть хорошо поскольку если моя промышленность по производству чего-то не справляется я всегда могу обратиться к соседу и взять то что мне нужно еще раз подумав над этим хорошенько я решил строить торговые мосты с другими государствами но тут вновь объявились инопланетяне и как обычно они прилетели за нагетами обусловив тем что им будет лучше у них чем у нас потому что там у них есть цель а забрать они хотят всего-навсего абсолютно всех нагетов с моей планеты я соглашаюсь с доводами инопланетян хочу посмотреть как они будут забирать всех 200 нагетов с моей планеты конечно нло очень рада что я такой щедрый и такое оленя даю всех нагетов и переписывают в конце что я лучше всех а когда я нажимаю ok мне пишут что это конец игры и нужно попробовать снова как бы намекая что ой не 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 дружок от всех нагетов ты не сможешь избавиться так что давай как-то договаривайся с инопланетянами в общем выходит так что я их посылаю они в свою очередь сожалеет о том что наши сотрудничество подошло к концу и пересмотрят свои планы насчет нас если честно я даже удивлен я думал что они сразу же объявят нам войну но нет это даже нам на руку у нас больше времени на подготовку я сразу же бегу к враждебному соседу чтобы попытаться с ним наладить отношения ведь все-таки нло против нашей планеты с электричеством продолжается эпопеи его дикая нехватка обусловлен тем что у нас старые генераторы а чтобы обновить их требуются чипы вулкан тем временем продолжает трястись но не извергается с одной стороны это даже очень хорошо пускай лучше трясется чем извергает лаву и вот я иду торговать на черный рынок чтобы решить свой энергетический вопрос как вдруг происходит извержение вулкана раскаленная магма постепенно выходит наружу все что мне пришло в голову тогда это призвать дождь и попытаться как-то остудить магму наверное это самая тупая моя идея поскольку магма на минуточку от 700 градусов цельсии а в момент ее выхода может достигать 1300 градусов цельсии ты представляешь какой там жар никакой дождь это не остудит хотя если бы у меня был дождь из жидкого азота но кого это волнует наггеты решили провести выборы лидера когда извергается вулкан так что я пойду опущу свой бюллетень за кандидата а что если я попробую высосать эту магму и сбросить в море к сожалению так не вышло я всего лишь собрал камни с горы а вот и выборы закончились ну что ж давайте отпразднуем конечно же пусть будут фейерверки радость и подгорающие жопы от извержения вулкана я окончательно ударился по черному рынку и начал заказывать все что мне необходимо дабы достигнуть своей цели даже нанося экологические травмы своей планете ну а почему бы нет извержение вулкана плюс загрязнение озер тем более с загрязнениями мы уж знаем как бороться дождь решает этот вопрос на раз-два мне вот интересно ты слышишь эти звуки да похоже это вулкан снес только что пару высоток жилых высоток конечно же я их восстановлю но что самое примечательное вулкан не разливается своей магной он просто выплевывает ее в здание так что здешний вулкан не такой страшный на мой взгляд а вот и инопланетяне вернулись надежды на то что я передумал и отдам им всех своих наггетов но мы уже все знаем поэтому опять таки отказываем и получаем свой адрес угрозы и еще один шанс на подумать наконец спустя 20 лет мы вновь собрали все материалы для строительства нашего моста через озеро это был долинный путь и надеюсь что больше никакой торнадо не снесет его к чертям а город свою очередь преображается с невероятной скоростью маленькие жилые здания превращаются в высотки пробивающие облака и даже гидромедцентр не устоял против модернизации и его решили перестроить во что-то более длинное и более эффективное теперь это больше похоже на лунную станцию связи нежели гидромедцентр спустя еще два года мост через озеро наконец-то восстановлен итого 22 года нам потребовалось на восстановление это чертовски долго вулкан же в свою очередь только не в мозг кажется пронесло ну как пронесло три здания были разрушены вулканом включая одну высотку и это происходит уже на протяжении шести лет вулкан никак не может угомониться и с наступлением зимы я решил попробовать усыпать его снегом но похоже это только его разозлило и я поплатился за это деяние столетейным заводом в котором я так нуждался сейчас мне нужна была сталь а теперь мне придется ее закупать у соседей и восстанавливать заново три здания но это только пол беды ведь к нам опять заглянула инопланетное существо в этот раз она подъехала с предъявой более решительно и поставила нас перед фактом пока вы не отдадите нам то чего мы хотим мы отсюда не улетим конечно же они были посланы они культурно объяснили что нам хана и мне ничего не оставалось сделать кроме как нажать на ок в ту же секунду я узрел таймер а инопланетном вторжении а флотилия тут как тут висела над нашей планетой помимо всего этого были токсичные облака вулкан и вообще все было плохо соседи прятались под куполами а единственный кто был не защищен это конечно же я занимаясь своими повседневными делами а именно тушением пожара из замерзшего озера после вулканической атаки вообще я смирился что кругом жопа и беды не миновать так вот о чем это я занимавшись своими обычными делами восстанавливая планету после вулканической атаки я пришел к мысли после тушения пожара а почему бы не попробовать залить водой сам вулкан к тому же сейчас зима вода очень холодная ну ладно для вулкана это нифига не холодная короче я набрал очень большой объем воды и потащил этот пузырь прямо в жерло кипящей магмы вообще он уже давно кипит и может быть он подостыл как-нибудь а вода поможет ему окончательно остыть к сожалению это не дало никаких результатов наша жопа продолжает гореть инопланетный таймер показывает нам ноль секунд и начинается вторжение небеса разверглись и что-то произошло и все что я увидел это одна маленькая летающая тарелка которую я сразу же сбил ну ладно сбил ее не я а моя система пво честно я был приятно удивлен что моя примитивная система пво справляется с технологиями н и ложек но не будем расслабляться поскольку это было всего лишь первое нападение инопланетян а я же в свою очередь решил погулять по соседним городам и посмотреть как у них дела а дела у них куда круче чем у меня они уже настолько преисполнились будущем что я по их меркам еще в каменном веке и вот вновь вторжение в этот раз на нас напали уже три летающей тарелки но я даже не успел принять меры как мои системы пво отбили их по крайней мере две из трех третью добил я а вот нашего министра обороны который понастроил системы пво я пожалуй представлю к награде если бы не он я бы эти вышки не строил наш о чудо вулкан спустя 25 лет остыл наконец-то у нашей планеты белая полоса наггеты даже умудрились накопить ресурсы для улучшения военной базы и теперь у нас она будет максимально продвинутой вот такой но подходит третья волна вторжения инопланетян и в этот раз уже 7 летающих тарелок и когда же это закончится неужели с каждым разом они будут послать все больше больше тарелок пока они у них не закончится похоже нло выместила обиду на одном из ваших зданий творец как грубо нло начали наносить ущерб нашей собственности творец о это что-то новенькое до этого они лучами не пользовались видимо просто не успевали пришла зима а через 20 секунд у нас новое вторжение инопланетян а я в свое время любуюсь инновационными постройками наггетов как это вообще держится на кирпичах а инопланетяне решили поговорить хотя нет это еще одна угроза они говорят что мы очень хорошо сражаемся но нам это не поможет поскольку они технологичнее и более продвинуты чем мы нло направит против нас свое супероружие поэтому все что нам останется это трястись от ужаса и гадить под себя а Редактор субтитров А.Семкин